В эфире телеканал АТВ новости, в студии Евгений Кац. Здравствуйте! И главные темы выпуска. Дети есть, школ нет. В УАН-УДЭ начинается прием в первый класс. Между тем, в некоторых школах дети занимаются уже в три смены. Коммунисты Бурятии против фашизма. Представители КПРФ готовятся к митингу. В УАН-УДЭ выбрали самого веселого бурята. Накануне состоялся конкурс юмористических рассказов на бурятском языке. Стоимость проезда на электричках вновь повысится в Бурятии. Теперь до 107 рублей за 10 километров. Она уже утверждена республиканской службой по тарифам. Они вступят в силу с 1 октября, сообщает Улан-Медиа. Так, с момента официального опубликования приказа проезд в пригородном поезде на расстоянии до 10 километров, например, от станции Улан-УДЭ, до остановочного пункта стеклозавод раньше стоил 82 рубля. А с 1 октября 2014 года эта поездка обойдется в 107 рублей. Напомним, генеральный директор Байкальской пригородной пассажирской компании Игорь Милостных рассказал, что компенсация затрат на аренду подвижного состава в Бурятии переложена на население региона, вместо прописанных в федеральном законодательстве субсидий из регионального бюджета. Правительство республики в два раза увеличило тарифы для населения, стремясь таким образом уравнять доходы и расходы БППК и избежать необходимости выплачивать компенсацию. Между тем, такая политика может привести к тому, что необходимость компенсации убытков только увеличится из-за снижающегося пассажиропотока. Об электричках в Бурятии расскажут общественные палаты России. Региональная палата составила письмо, где описала ситуацию с сокращением пригородного железнодорожного транспорта. С Нового УКС в Бурятии возбуждено еще одно уголовное дело в отношении должностных лиц Управления капитального строительства правительства Бурятии. Как сообщает Новая Бурятия, в феврале 2008 года между администрацией Бургузинского района и строительной компанией «Сибирь» был заключен муниципальный контракт на сумму более 171 миллиона рублей для строительства инженерной инфраструктуры по обеспечению экологической защиты озера Байкал. Однако эти работы так и не были выполнены. А вот деньги пропали. С 10 марта в Бурятии начинается набор учащихся в первые классы. Прием документов будет вестись строго по месту жительства. Это связано с резким увеличением количества первоклашек. По предварительным данным, 1 сентября впервые за парты сядут более 6 тысяч детей. На этом фоне серьезной проблемой становится нехватка школ. Как решается этот вопрос и приведет ли это. К обучению в три смены разбиралась Марина Непомнящих. Отдать ребенка в школу. Такая простая, на первый взгляд, задача может превратиться в настоящую проблему для родителей. Дети материнского капитала подросли и проблема нехватки детских садов плавно перетекла в другую, не менее острую проблему – нехватки школ. В этом году мы приказом по городу, школам, в этом году мы попросили, чтобы они не принимали детей с других. Пусть сперва обеспечат своих детей, а после 31 июля, сперва они с 10 марта по 31 июля набирают своих детей по микрорайону. А если у них останутся места свободные, на свободные места в августе месяце можно прийти в любую школу, если есть свободные места. Свободные места в школах вряд ли останутся. Уже сейчас дети в некоторых школах вынуждены заниматься в три смены. На полном серьезе вопрос решается, что школу будут работать в три смены. И, кстати, администрация президента Российской Федерации, она сегодня оценивая рейтинг руководителей регионов, одним из первых в пятерку ставит вопрос работа школы посменно. Если больше двух смен, значит уже идет оценка ноль. Федеральные рейтинги столицы Бурятии, видимо, никого не волнуют. На сегодняшний день в городе работают 58 общеобразовательных школ, и большинству из них пока удается обучать детей в две смены. Однако в некоторых микрорайонах, например, на Левом берегу, уже сейчас ситуация со школами более чем напряженная. С каждым годом увеличивается количество первоклассников. В связи с тем, что у нас построились новые, создались новые СНТ и ДНТ, и, конечно, нам очень сложно. Проблемы, конечно, в здании. Нам не хватает кабинетов, поэтому очень бы хотелось, чтобы нам построили дополнительные здания. Дополнительные здания пока только обещают. Между тем, некоторые школы Улан-Удэ буквально дышат на ладан. Например, это здание в поселье построено еще местным купцом более ста лет назад. Закрывать глаза на проблему нехватки школ, как это происходит с детскими садами, у властей не получится. Ведь среднее образование в нашей стране пока еще является обязательным для всех. Дожидаться, в своей очереди, ребенка в школу несколько лет родители не будут. Им проще сменить место жительства или, например, власть, не обеспечивающую им элементарных вещей. Марина Непомничих, Александр Хомаганов, первая альтернативная. В Улан-Удэ продолжается набор абитуриентов вуза МВД России. Будущие полицейские из Бурятии могут поступить в одно из восьми специализированных учебных заведений, среди которых Омская академия МВД, Дальневосточный юридический институт, Московский университет МВД России и другие. Для нашей республики в этом году выделено 41 место. По словам руководства МВД, желающих работать в полиции сейчас очень много. И это неудивительно. Одна только стипендия у студентов составляет как минимум 15 тысяч рублей в месяц. Поступать имеют право граждане Российской Федерации в возрасте от 17 до 25 лет, независимо от национальности, религии, убеждений и так далее. Со средним общим полным оконченным образованием, способные по своим личным деловым, моральным качествам, физической подготовленности. И также должны быть годны по состоянию здоровья в службе в органах внутренних дел по результатам военно-врачебной комиссии. Желающие могут обратиться в органы внутренних дел по месту жительства. Там подробно расскажут обо всех требованиях и условиях поступления, а также выдадут необходимое направление. Приближается 8 марта, один из самых радостных праздников года. Жители Бурятии, как и все россияне, в предстоящие выходные будут отдыхать три дня. В нашей республике за это время будет проведено порядка 28 праздничных мероприятий. Так, к примеру, в Улан-Удэн 7 и 8 марта пройдут концерты, посвященные Международному женскому дню. По оценкам полицейских, их посетят около полутора тысяч человек. На порядок больше улан-удэнцев около 10 тысяч будут отмечать праздники в развлекательных и питейных заведениях. Для полиции это рабочие будни, причем, как правило, очень напряженные. Сотрудники полиции призывают горожан быть бдительными. Во время праздников, именно в этот период преступники стараются воспользоваться массовым скоплением людей в общественных местах, а также праздничной беспечностью горожан. Автоворы и карманники уже активизировались. Только за прошедшие сутки в Улан-Удэ совершены четыре кражи из автомашин и карманов пассажиров при посадке в общественный транспорт. В Улан-Удэ начали сносить ледовый городок. Напомню, вчера в нашем выпуске новостей мы рассказывали, что с потеплением он становится опасным. От единиц культур отваливаются большие куски, оголяются провода, а городские власти не торопятся его демонтировать. И вот сегодня, ранним утром, власти приступили к демонтажу скульптур и конструкций. Бурятские коммунисты обеспокоены ситуацией на Украине и готовят свой ответ событиям на Майдане. Об этом они рассказали журналистам на пресс-конференции. Представители КПРФ затронули и другие важные вопросы. Например, они рассказали о прошедших сессиях горсовета и народного храла. Коммунисты остались довольны новой редакцией законов о языке и о земле. А вот выступлением вице-мэра Улан-Удэ вызвало у народных избранников неоднозначную реакцию. В частности, коммунисты задали Михаилу Яну вопрос о том, когда мэрия займется благоустройством отдаленных районов города. А что Михаил Алексеевич не дал конкретного, разумительного ответа, сославшись на то, что это было озвучено при встрече мэра с журналистами и с депутатами. Возможно, это было озвучено. Но зачем тогда приходить на народный хоран и выступать и говорить красивые слова о том, что праздники у нас будут предстоящие и так далее. На пресс-конференции коммунисты не обошли тему событий на Украине. Свой протест с происходящим они выразят 10 марта на площади революции в 14 часов. Там состоится митинг против фашизма, на который представители КПРФ приглашают всех желающих. Хукю Бурят. В Улан-Удэ уже во второй раз прошел республиканский конкурс юмористических рассказов на бурятском языке. Рассказчики со всей республики съехались в столицу, чтобы позабавить горожан. На конкурсе веселого бурятского языка побывала и наша съемочная группа. Улан-Удэ не первый раз. В октябре прошел республиканский конкурс юмористических рассказов на бурятском языке проходит в Улан-Удэ не первый раз. В октябре прошел республиканский года организаторы веселого конкурса впервые провели его. Уже тогда участие приняли порядка 200 человек со всей Бурятии. В этом году желающих продемонстрировать чувство юмора и знания родного языка появилось еще больше. Я считаю, что этот конкурс ждет успех, потому что это один из самых демократичных конкурсов. Во-первых, у нас нет возрастных ограничений, то есть выступать могут люди любого возраста. Во-вторых, мы из положения убрали момент, значит, графу, уровень знания бурятского языка. Нам не важно, как хорошо человек говорит на бурятском, главное, если он может рассмешить людей, пусть выходит и, смешивая русские и бурятские слова, выступает на сцене. Главная задача участников конкурса – рассмешить публику и выиграть гран-при в размере 30 тысяч рублей. Побороться за главный приз приехали рассказчики со всей республики. Традиционно участников из районов было в два раза больше, чем из города, и это неудивительно, ведь сегодня деревенские жители на порядок лучше владеют своим родным языком. Один из них – Владлен Принглаев. Он приехал из села Санага Закаменского района. Было сложновато в конкурсе, но все равно прошел отборочный тур. Моя учительница – Хадаева Засекбаторовна. Она тоже из Санаги, работает в Сахире, учителем бурятского языка. Мы очень усердно с ней готовились, и я выступил здесь. Приеду на следующий год еще раз поучаствовать, еще лучше подготовлюсь и получу гран-при. На этот раз главный приз достался земляку Владлена Арсену Циренову. Именно он стал самым веселым бурятом, по мнению жюри. Конкурс юмористических рассказов на бурятском языке теперь будет проводиться ежегодно в конце Сагалгана. А в октябре 2014 года организаторы вновь планируют провести хухю бурят, но уже среди авторов юмористических рассказов. Наталья Домбаева, Алдар Домбаев. Мужской половины и студентки, которые активно участвовали в конкурсе болельщиц, которые занимались поддержкой ребят. Традиции факультета поддерживают не только действующие студенты, но и выпускники. На этот раз гостем турнира стал президент Федерации самбо бурятии, заслуженный тренер России по боевому самбо Тумен Санжиев. Когда-то он сам стоял у истоков факультетского турнира. Любое спортивное соревнование в эпоху студенческой поры является обязательным элементом для оздоровления молодежи студенческой и создания общения среди студентов в спортивной теме. И такие виды, как футбол, например, борьба, они очень сплачивают. За последние 18 лет на эстфаке Бурятского университета изменилось многое. Неизменным остается любовь историков к спорту, традиционный борцовский турнир и, конечно, его главный приз – живой баран. Баир Цедыпов, Алексей Ионов, первая альтернативная. Остановить прекрасное мгновение. В городском музее Лон-Де открылась выставка фотохудожников Бурятии. На ней представлены работы Марка Агнора, Сергея Конечных, Никиты Исаевой и других известных фотографов. В экспозиции представлены более ста произведений в таких жанрах, как пейзаж, концептуальная фотография и портретные снимки. Самая отличительная черта фотографии – это, конечно, в ее реальности, мгновенности того, что видит человека, передает средствами фотоаппаратуры или средствами, которые у него находятся в руках. Но прежде всего, средствами, которые у него находятся глаза. Здесь же представлены разные жанры фотографии. Ну, не жанры, а направления фотографии. Здесь есть и жанр, и репортаж, вот как у Марка Агнора. Или вот жанр, как у Любови Воронцовой. Вот у него путешествия – это как бы жанровая фотография. И у нас и пейзаж, и концептуальная фотография. Далее работы фотохудожников будут представлены на фестивале бурятской культуры «Алтаргана», который пройдет в Китае. Ну, а для улан-дэнцев выставка будет работать до конца марта. Акулы столичного бизнеса на улан-дэнском рынке. Более 35 московских предпринимателей прибыли в нашу республику. Их визит проходит в рамках проекта «Бизнес-марафон-2014», цель которого – установление торгового сотрудничества между двумя регионами. У предпринимателей было ровно два дня, чтобы познакомиться и наладить контакты. Посотрудничать с представителями московского бизнеса сообщества можно было в различных сферах, начиная от товаров для животных до строительных материалов. Участники в течение всего дня встречают предпринимателей из города Улан-Удэ, общаются с ними, заключают какие-то сделки, возможно, договоренности. После того, если улан-дэнский участник заинтересовался продукцией производителя из города Москвы или московского участника, они договариваются о встрече на следующий день. И уже на следующий день московский участник приезжает на территорию предпринимателей из Улан-Удэ и уже более детально беседует о сотрудничестве, о взаимодействии, и они заключают договор. Следующий город, принимающий эстафету – Иркутск, куда уже завтра отправятся московские предприниматели. Всего в бизнес-марафоне 2014 принимают участие 40 городов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Сегодня в Улан-Удэ началась распродажа меховых изделий к 8 марта. Ярмарка «Империя меха» уже в который раз радует своих покупателей широким ассортиментом и высоким качеством. На этот раз еще и ценами. В праздничные дни стоимость меховых изделий снижена почти вдвое. Юлия Пермякова расскажет, где можно совершить выгодную покупку. Окунуться в настоящее меховое царство и выбрать шубу по душе – на ярмарке «Империя меха» такое возможно. В преддверии женского праздника приглашаются милые женщины и их спутники за покупку меховых подарков. В этот раз покупателям представлена новая коллекция верхней одежды. Все шубки российского пошива имеют гарантийный срок. Основной акцент сделан на мех норки. А для любительниц менять свой стиль есть богатый выбор и других интересных мехов. Представлены как классические шубки, которые всегда в моде, так и новые цвета, необычные фасоны. Также большая коллекция енотовых шубок – это для суровых сибирских зим очень актуально. Новые дубленочки интересные и распродажи нутоновых шуб. На выставке можно подобрать эксклюзивную шубку за демократичную цену – всего за 39 999 рублей. К тому же на выгодных условиях. Прямо на месте консультанты оформят рассрочку до года без первого взноса и переплаты. Шубы девушки на 8 марта. Да, хороший ассортимент, скидочки есть. Вообще замечательно все. Продавцы очень вежливые. Чтобы сохранить качество и красоту шубки, следует помнить несколько правил хранения. Изделие должно висеть свободно так, чтобы не помялся мех в специальном дышащем чехле. Обязательно хотя бы два раза за лето шубке нужно проветриться на сквозняке. И не забывайте про средства от моли. Шубы из Кирова уже 15 лет пользуются спросом на меховом рынке, поэтому в качестве изделий можно не сомневаться. А опытные и внимательные продавцы всегда помогут подобрать нужную модель. Ярмарка «Империя меха» ждет своих покупателей до 9 марта с 10 до 19.00. По адресу улица Корабельная, 32, Универмаг, 1. Юлия Пермякова, Вячеслав Батуев, 1-я альтернативная. На этом у меня все. Далее вас ждет рубрика «Лонады лайф». Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова